Дорогие коллеги, друзья, сегодня мы начинаем пресс-конференцию, которая посвящена 30 марта, которая состоится в ЦСКА. Это турнир в памяти замечательного актера кино Александра Дедюшки. Пятый юбилейный турнир. Мы уже 5 лет проводим эти турниры. Я рад сообщить вам, что именно мне сегодня выпала высокая честь начать пресс-конференцию и хотелось бы, чтобы она прошла лаконично, чтобы были интересные вопросы всем тем, кто сидит за этим столом. На табличке все написаны и вопросы прошу задавать быстро. И самое главное, что бы я хотел отметить в сегодняшней пресс-конференции, о том, что всегда турниры у нас проходят интересно. Я хочу сказать о том, что мало того, что сами участники турнира, команда сериал «Ельзикин актеров России», которая всегда принимает участие в турнирах, и Александр Дедюшко был членом этой команды, он играл в футбол. И вот в связи с этим турнир, посвященный Александру Дедюшко, мы чтим его память нашего друга, товарища. Поэтому, пожалуйста, прошу вопрос. Первый вопрос, собственно, я расскажу, что подробнее о участниках, кто будет непосредственно, какие команды, что такие коллективы, что они представляют из селяния. Ну, наверное, с вашего позволения, я как главный судья Корайнов Юрий, судья Международного Петербурга, по футболу. Ну, сейчас у нас планируется 16 команд, 16 команд, 4 группы будет составлено, значит, по итогам групповых соревнований 2 команды из группы выходят в четвертьфинал, вот, и дальше идут, значит, этапы на вылет. То есть четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал. Значит, предварительно у нас собраны такие именитые команды, как команда МЧС, команда Российского футбольного союза, команда Министерства спорта Российской Федерации. Так как турнир, значит, естественно, посвящен светлой памяти Александру Дедюшко, конечно, в нем принимают участие уже зарекомендовавшие себя в футбольном, не только в артистическом, но и в футбольном мире. Это команда футбольного клуба «Артист», где, значит, такие известные мастера, как Егор Китров, Николай Трубач и многие-многие другие, вероятно, все, так сказать, на слуху слышали. Футбольный клуб «Сериал», команда газеты «Спортэкспресс», очень важный, где именитые уже не вам рассказывают, где именитые журналисты выступают, тут очень, кстати. Значит, команда спорткомитета «Сочи-2014», также команда по футболу «Академия полиции», ветераны ЦСКА, потому что они знали, так сказать, и Александр Дедюшки, турнир проводится, значит, в спорткомплексе ЦСКА, вот, команда, значит, связи МТС, вот, и еще у нас планируется ряд команд в районе 10 команд, но мы, так как турнир тоже не может быть россиян надолго, мы вот там из 10 команд еще 6, так сказать, выделим сейчас по разным категориям, и вот уже дополним, уже точно вам сообщим, 10 команд точно будут, а еще, так сказать, 6 команд, которые изъявили желание. Если вы говорите о бизнесе, если вы говорите о бизнесе, я дополню. Да, да, конечно, конечно. По позволению. Спасибо. Официальным партнером данного турнира является строительная корпорация «Возрождение», это наш официальный партнер, правильно сказали, что команда МТС, ну и ряд других. Вот здесь мы собрались у наших друзей с Сэмми Катвани, это императорский партнер, собственно, наш партнер несколько лет уже, наш большой группа. По поводу артистов я хотел бы передать Олегу Кожемяковну слово, председатель его комитета, он более подробно расскажет, кто будет играть уже из персон. Ну, я хочу сказать, что из команды актерской у нас будет играть вот капитан команды, народный артист Александр Ходкул, мы с ним вместе команду подняли и зародили вместе. В следующем году будет 10 лет команде. Сейчас в команде тут Игорь Гузун, который играл даже с Сашей Дедюшкой в одном фильме, и он его пригласил в фильм «Сармат». Вот, они друзья были, вы его увидите на турнире, вот, это его друг. Александр Шаганов, вот сейчас Саша Шаганов в нашей команде тоже, Тимур Ефременков из известных таких актеров, Ефимов Саша, ну, сейчас команда Евгений Власенко, вот. Вот, и, как говорится, из команды артист, вы знаете, Трубач, Коля, Салтыков, Титов, вот. Из Олимпийского комитета Сочи, я думаю, кто-то будет из Олимпийского, кто-то из олимпийцев в команде тоже, хоть один будет присутствовать. Спорт-экспресс, там легенды журналистики, как говорится, одни, самые из лучших. Я считаю, я люблю эту газету, Спорт-экспресс, вот. И всегда ее рекламирую. Вот, второе. МЧС, это выдающие тоже люди, Академия полиции, это тоже наши друзья, это все майоры, полковники. Ну, турнир очень достойный, в том смысле, все уважаемые врачи, которые там, скажем, академики, ну, известные люди, которые лечат нас и нам, нас выходят. Вот Евгений Евгеньевич. Матерасов. Да, я просто, это наш друг и тоже хороший товарищ. Я думаю, что мы будем много дел тоже делать благих, с детьми связанными, с больными, проводить турниры, как говорится. Я хочу как-то немножко дополнить, я помню, если по врачам паршюта, потому что у нас тут участвует команда, которая называется «Здоровое поколение». Это вообще российская общественная организация, которую, может быть, вы слышали, проводились такие общественные акции. Люди ради людей в поддержку, когда играли люди с пересаженными органами, с пересаженным сердцем, играли. Это по телевизору показывали, многие каналы освещались, оно уже несколько раз проходит. Это акция с участием ГАДИА, академика, главного трансплантолога. И вот люди, в общем-то, участвующие в этих акциях, сейчас вот были приглашены, мы с радостью приняли приглашение участвовать. И в нашей команде планируется участие людей с трансплантированным полочкой, с трансплантированным сердцем. Потому что, в общем-то, это такой социальный проект, я понимаю, который проходит. Поэтому показать возможности людей в самом разном профиле, и те, которые выздоровели, в общем-то, они тоже будут участвовать в такой раз-быдневной команде. Ну и врачи сами, трансплантологи. Извините, по медицинским, я как главный суд, я просто беспокоюсь. Нет, у нас тоже проводятся, они имеют допуски, они обследованы. Имеют не только допуски, имеют не только допуски разрешения врачей-вещих, но и допуски, куда за эти документы будут. Все равно обязательно. Я думаю, нам все в следу. Я хочу сказать, что с врачами надо дружить. Евгений Евгеньевич нам тоже помогает. И очень хороший человек, и добрый товарищ, и наш друг. Я хочу сказать, что в концерте будет тоже очень много гостей. Вот я вижу, минуточку внимания. Сергей Савин, который пришел в актера, победитель. Пожалуйста, Сережа, покажись в прессе. Он тоже, ты, наверное, любил, Александра Дедюшка знал, да, его фильмы, «Сармаз». Он тоже извил свое желание выступить, и споешь на турнире. Спасибо, Сережа, спасибо, дорогой. Вот, спасибо. На турнире будет Виктор Царев, рекордсмен в книге рекордов Минуса. Тоже человек известный, будет жонглировать мечами, все, как говорится. Вот, ну и, конечно, много уважаемых людей будет, которые вы увидите. Будет очень много. И Александр Муромский, который вот села сейчас наш известный человек. Павел Новиков, вот. Ну и я хочу предпочтать слово нашему капитану, тоже легенде кино, Александру Питкову. Конечно, для нас это событие грустное, и в то же время гибель таких людей, как Дедюшка, они еще раз позволяют приблечь внимание героям нашим, героям нашего кино, героям нашей жизни. Потому что они работают на износ, на самом деле. И иногда не могут даже позволить себе восстановиться. Потому что поколение актеров, которые мы знаем, и Высоцкий, и Богатырев, и Кайдановский. Многие-многие актеры, которых 42-43 года покинули Землю. Потому что нагрузки, которые испытывают эти актеры, в которых выпала такая миссия, они огромные. И то, что, может быть, Саша, когда навел машину, может быть, эта усталость не сказалась в какой-то момент. Но то, что он своей жизнью, своим примером показал, как надо любить жизнь, как он играл в футбол, как он любил своего сына, который он проводил каждый раз на матчи, и после этого мы плавали в бассейн. И как он заботился о нем, как он его воспитывал, как он передавал все лучшее, что есть. Мы видели вот эту связь отца и сына. И Саша для нас был великолепным отцом, который очень любил свою семью бесконечно. И мы, конечно, имели счастье с ним играть, но характер у него был очень сильный, крутой. Я бы сказал бы, он настоящий был лидер, который всегда в любой ситуации хотел выделяться, быть первым. И иногда он был резок даже на футболе и в жизни, и, может быть, не все это понимали. Но вот эта мотивация внутренняя, быть первым, она давала ему такие образы сыграть мощные. И он сыграл образ такой, сейчас мы видим, что привлек к своей вот этой ситуации тысячи людей. Я думаю, что сотни тысяч, миллионы. Мы сейчас увидим вот этот турнир, в котором собираются самые удивительные наши люди. Всех аспектов. Это банкиры, футболисты, это и полицейские, это правительство. И он притягивает к себе всех тех, кто хочет, чтобы наша страна была такой сильной, здоровой, футбольной, могущественной. И этот турнир еще одна возможность всем приедить себя, людям в доброй воле. И поэтому его гибель, она, конечно, для нас огромная потеря. Но в то же время эта возможность герою, вот извините, как можно сказать, ушел Угу Чарльз, да? Ушел Че Гевара. Ушли какие-то герои, которые хотели, чтобы жизнь была хорошая. Но они оставили себе песни, оставили себе воспоминания, стихи о них пишут, слагают легенды. И вот Саша, дедюшка, он оставил возможность себе вот такую, чтобы мы могли через него говорить, какая наша прекрасная страна, какое будущее мы хотим для нашей молодежи, для наших детей. И вечная ему память. А нам просто он оставил возможность проявить самое лучшее качество, которое у него есть, для того, чтобы в этом турнире еще раз нам показать всем пример, как надо жить здоровыми, сильными, любящими Родину. И быть такими, как Саша, дедюшка, которая оставила себе просто такую легенду. След кометы, которой мы отдаем всем мирам должное. Вот. Так что этот турнир для нас это большое дело. И поскольку мы вместе 10 лет назад команду организовывали, и правда через нас прошли замечательные люди, я хотел бы сказать, что Борис Льюин, великолепный актер, который участвовал в нашей команде, играл Игорь Старыгин, «Царство небесное, ушел из жизни». Потом Юра Чернос, прекрасный артист, тоже в нашей команде участвовал. Юрий Назаров, это были те, которые с нами раньше играли. И когда начиналась команда, мы играли с водником от Хангельского время фестиваля в хоккей русский. И с нами играл даже Геннадий Югдин. Он надел коньки, взял клюшку, играл. И тогда у нас возникла идея, возник, то есть сделал свою команду. Но по хоккее трудно, а бандирование нужно, коньки, лед, не подумайте. Самое демократическое – это футбол. И вот такие, в общем-то, актеры тоже, которые дарят силу и энергию. За нами стоит еще целое поколение. А впереди сколько поколений стоит за нами, которые впереди нас стоят, Даля? Так что все. Это связь поколений, которую мы с тобой вместе, со всей командой, ими делаем. Все миром и делом это. Спасибо. Сдорово. Я хочу сказать, дорогие друзья, о том, что в нашем благотворительном турнире будет принимать участие команда инвалидов, то есть команда слепых, которые будут играть в футбол. И я бы хотел сейчас представить вам и дать слово президенту Федерации футбола инвалидов России Георгий Сергеевич Луначарский. Георгий Сергеевич, прошу вас. Ну, я бы хотел, во-первых, поблагодарить за приглашение и, может быть, немножечко продолжить от имени уже не актеров, а от имени зрителей, что Александр на самом деле это герой нашего времени. Его герои являются героями нашего времени. И на самом деле вы преуменьшили не тысячи, а миллионы людей российских, которые в нем видели вот того человека, его героев, того человека, на которых нужно равняться. И на самом деле можно его абсолютно без всяких прикрас сравнивать с такими людьми, как Чавес, как вы назвали, Че Гевар и так далее. Он на самом деле достойный человек. Ну, и есть такое понятие, как вы все прекрасно знаете, так называемая интеграция инвалидов в общество здоровых людей. Вот, наверное, 2-3 месяца назад, когда мы познакомились с сопредседателем вообще турнира детских команд Тиной, да, с ее друзьями, вот, у нас возникло такое желание совместно проводить соревнования среди здоровых людей и среди инвалидов. Для того, чтобы на самом деле здоровые, особенно детей здоровых, да, которые бы были рядом с теми людьми, которые преодолевали все, что возможно преодолевать, будучи инвалидами, независимо от того, они ампутанты, или детские церебрально-параличные ухилии, слепые, могли бы себя показывать достойными вообще в спортивном обществе. Таким образом, мы здесь приняли такое решение, чтобы команда ампутантов, а она, вообще говоря, является нашей футболистом ампутантом, четырехкратным чемпионом мира. Так, между прочим, практически лучшие футболисты Земли. И не случайно, наверное, Всемирная Федерация поручила России проводить уникальный, единственный в мире турнир, который называется Всемирный Кубок Чемпионов, чемпионат мира среди клубных команд. Компионат регулярно, ежегодно, в майские дни, назвав этот турнир Кубок Победы, и проводить его только в городах-героях страны СНГ. Значит, такой чести и такого турнира, вообще говоря, не существует в природе, кроме вот этого. Ну, и естественно, что мы с большой радостью, удовольствием, да, восприняли предложение в этом нашем турнире, чтобы поучаствовали, кроме инвалидов, в десяти лучших команд мира клубных, да, участвовали третьи из городов-героев. Естественно, проводниками этой идеи являются организаторы турнира памяти Александра Дедюшко, да, которая, естественно, в майском нашем турнире в Москве, который будет проходить в этом году, уже тоже шестой, то есть пятый или шестой будет, будем мы участвовать совместно в нашей большой, наверное, какой-то организационно-культурной и спортивной программе. Ну, вообще, футбол – это великая игра. Она объединяет, как вы видели, видители всех, и высоких, больших профессионалов, и инвалидов, и, ну, всех. Это, на самом деле, гениальная игра и средство для общения огромного количества разнообразных, так сказать, людей, которые занимаются совершенно разными делами. И если вы увидите, вот самое, к чему подвожу, увидите показательный матч, когда играют ампутанты против здоровых людей, и, оказывается, играть будут на равных, об этом убедитесь, да, когда наши команды во время тренировок, скажем, в Владикавказе, в Махачкале, там, в Волгограде, во время тренировок играют с командами, прошу прощения, почти из второй лиги, играют со счетом 3-3, да, на мини-футбольном поле, значит, вы увидите на самом деле мастерство этих ребят, которые, на самом деле, преданы футболу, так же, как был, прошу прощения, Саша, Александр, предан кино, предан той мысли, тому, чему он посвятил свою жизнь. Вот, и если тотально слепые футболисты, надев еще, сыграются здоровыми, тоже надевшими футболистами, вот я вам говорю, маленький случай, локомотив Лосков, Свечов, имена, да, они играли, завязав глаза, с футболистами, инвалидами, тотально слепыми, сыграли в ничьи, понимаете? Значит, это говорит о том, что ребята-инвалиды тоже что-то могут, и не случайно они паралимпийские чемпионы, многократные, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз спасибо за приглашение, мы примем в этом активное участие, готовим свои подарки, призы, готовим свое, так сказать, не просто как участники которых, но и свой вклад в этот турнир. Я здесь вижу, присутствуют, значит, тоже великие футболисты, почему-то не назвали, Андрея Сметанина, прошу прощения, да, Динамовского, так сказать, вратаря, да? Да, посадили туда еще. Да, да, да. Андрей Сметанина, заслуженный мастер спорта и так далее, да? Значит, этот футболист тоже втрою таких людей, как и девушки, которые, слава Богу, служи, пускай, как можно больше. Я хочу сказать, чтобы Андрюш сказал по-русски, а можно по-турнире? Да. Олег, а можно вопрос по-турнику сказать? Да, да. Вопрос у меня вот такой был, чисто спортивный, будут ли рассеиваться команды, в частности, например, команды, артисты, сериал, и вопрос у меня к Андрею Сметанину, и к Александру Киркову по поводу возможной встречи артистов и сериала. Будет ли эта встреча для вас самая принципиальная, на какой стадии вы хотели бы сыграть? И вот для вас как финал, со стихом, сыграть, с матрами, несмотря на то, что… Сошли, да? Да, да, да. Я так думаю, то, что для артиста будет принципиально играть. Почему? Потому что мы уже с ними играли, мы их обыграли. Они очень разузлили скорость. Ну, они знают, там, в один или два мяча дали? Да, в один мяч. Делают достойные вообще, конечно. Я так думаю, нужно с ними сыграть и в финале. Сыграть и в финале. Чтобы они играли с завязанными глазами. Кто судит? Судит, да, финина должна завязать, как полагается, да. Вы знаете, вообще, проигрыш или победа – это просто повод для того, чтобы снова встретиться. Потому что, когда мы приехали, например, Олег, первый раз, у нас был матч в Ростове-на-Дону, 60 лет в Кубе Победы. И мы приехали с поезда прямо на футбольное поле, где собрались четыре города и в законодательность собратья Ростова-на-Дону. И они выиграли Кубок Победы. И они стоят с этим в Кубку. Дедюшка играл. Дедюшка играл в этом матче. И тогда мы говорим, ну что же нам делать? Гильдия первая в России. За нами Москва. И Кубок впереди. И мы начали биться. Причем тогда включилось вот то, что самое важное. Мы, может быть, физически слабее, тактически слабее. Может быть, мы включился тот командный дух, который сделал нас непобедимыми. Мы выиграли у них со счетом 5-3. И наступил момент истины. Когда мы подошли к председателю изобретения и сказали, Кубочки-то отдайте. И мы Кубок Победы забрали. Но с тех пор они мечтают о реваншах с нами. Они готовятся к этому реваншу. Мы тоже готовимся. Поэтому победа или поражение – это всегда победа. Потому что впереди за одного битву двух небитых дают. Поэтому это просто мотивация для того, чтобы лучше тренироваться. Еще дальше мечтать о чем-то. И вот это страсти, которые возбуждаются, они замечательные. И пока мы хотим играть, побеждать. И даже проиграли, но все равно мы хотим побеждать. Вот это и есть жизнь, которая нам дает возможность в футбол. И в ней правда есть такое. Почему актеры любят футбол? Потому что это же все. Это все эмоции и отчаяния, и радости, и команды игры, и взаимопонимание, и видение поля. Это правда великая игра, которая всех ценеет. И сколько лет не было? Сколько лет? Хоть сто лет, но выйти играть, просто выйти, это выйти жить, это хотеть жить. И пока это хочешь жить, ты всегда будешь играть. И победа будет за теми, кто в игре, а не в ауте, не в айсинге. Браво. Я хочу сказать, сейчас я хочу... На первую часть вопроса. Жребень будет судьбой? Это господосудие уже сказал. Нет, мы вот исходя из того, что действительно предложили, мы для этого и собираемся. И мы, естественно, сделаем матки, мы разведем то, что в разные группы, да, чтобы была возможность, значит, футбольного клуба «Артист» встретиться, как вот Андрей предложил, в финале. Это мы имеем право на этот, скажем, да. Я просто говорю. Вы имеете право на это, мы финале встретились. Это же от вас будет зависеть. Да, это правильно. Мы разведем, да, обязательно. Ребята, я хочу представить слово актеру, который играл с Сашей, дедюшкой Игоря Кузуну. Пожалуйста. Кино. Кино начинал с ним играть. Человек, тоже известный по фильмам «Титаник», «Возвращение Титаник». Играл главные роли и в фильме «Боевиков» играл, и «Чеченцев» играл. Да, дело в том, что я как бы стоял у истоков становления Сашей, дедюшкой, как актер. До этого он играл, и визу, и в общем-то, и картина «Оперативный псевдоним». Я там был вторым режиссером и также снимался. Он у нас пробовался на очень маленькую роль, совершенно там эпизодическая какая-нибудь. Ну, он так просил, говорит, а можно мне попробоваться на главную роль? Все как-то несерьезно, внестись, говорят, ну, кто ты такой, тебе там, со 40, ты никому неизвестный. Продюсер говорит, я арестовать не могу, этот фильм все-таки такой большой, съемки были за границей. Мстердам, Ницца, Париж, Лондон, в общем. География этого картины была большая. Гостов-на-Дону и здесь он так ярко показал одну сцену, удушение там своего начальника на заводе, что мы все пришли к выводу, что надо просить у генерального продюсера, чтобы он Саша утвердил на эту роль. Ну, мы пришли с поклоном, конечно, продюсеру Арсеньеву. И вы знаете, случилось чудо. Саша был утвержден на главную роль. Вот отсюда, с этого момента, с этой картины, оперативный псевдоним, ну и пошла вся его слава. Потом сразу пошел тут же Сармат, потом я написал сюжет «Псевдоним Албанец», и он тоже начал там главной роли. Вот трагическая гибель его прямо на фильме «Псевдоним Албанец». Там его потом заменяли одним актером, снимали на общих планах, чтобы не было так особо заметно. Но он, конечно, отыграл первую картину, великолепно, гениально. Потом этот псевдоним Албанец, уже там четвертый, пятый сезон, уже и Штифанко играет, там не играет. Но начинал, конечно, его Саша Дедушка, очень гениальный актер. Мы с ним были вот в Париже даже. Вот он такой смелый-смелый, я вот, когда мы стали перед Эйфелевой башней, я говорю, ну что с Анейом, пошли. Он что-то так помялся, помялся, посмотрел туда наверх, и пойду, что там я не видел. В общем, я остался возле башни внизу. Он был очень хорошим другом, он был очень порядочным человеком. Я имею в виду в плане того, что он никогда не подведет. Надо в три часа ночи, в 0,5 минут, он будет в это время. В общем-то, о нем можно говорить бесконечно. Мы с ним были как бы, вместе объездили, все, спали на одной койке. Всяко было, было и ругались, конечно, как на площадке, там разногласия всегда. Он предлагал какие-то сложные вещи. Мы иногда не рисковали. Там всевозможные спуски, страховка. Камни падают с гор, любой камень на голову упадет. Нет, он спокойно спускался на канатах, все, и как-то бог не ловит. А вот этот случай, конечно, всех поверх в шок. Думаю, что мы будем долго, честно помнить нашего друга. Вот этими замечательными мероприятиями, которые проводятся в честь Александра, они, конечно, незабываемые. И семья, естественно, следит за каждыми нашими движениями. Поэтому мы себя покажем в этом турнире с хорошей стороны. Спасибо. Я бы хотел сказать немножечко, несколько слов буквально о формате нашего благотворительного турнира, потому что это мы проводим всегда и всегда делаем, что между игрой и таймами праздничная концертная программа с участием артистов эстрады, цирка и кино. В программе будут принимать участие артисты, такие как известные и неизвестные, и начинающие. И концертная программа ожидается очень хорошей, интересной. Ну, а сейчас бы мне хотелось бы предоставить слово сопредседателю по взаимодействию с партнерами и госструктурами Павлу Терлецку. Пожалуйста, по-моему, что вы знаете, друзья, я, наверное, скажу о самом главном, о том, что Александр привлекает, вот как обладал большим магнетизмом, и привлекаются люди постоянно. Это те люди, которые готовы помогать, которые готовы взаимодействовать. Это и госструктуры, это и партнеры нашей бизнес-элита, и нашим турниром нашего, и девизом нашего турнира является такой девиз «Побеждай любя». Вот таким был Саша, и, наверное, это наиболее его отражает. И этот турнир, и людей, которые на нем будут играть, и делать добрые дела, независимо. И в этом турнире, и в этом турнире. Вопросы, пожалуйста. Вопросы. Можете задать вопрос актерам, оргкомитету. Я думаю, на этом все. Спасибо вам огромное за внимание, за то, что вы приехали сюда. Давайте поаплодируем. Все самое интересное в 30-е. Все будет только на. Все впереди.